МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организация дорожной инфраструктуры. В Ливеркузе не ради безопасности водителей грузовикам перекрыли движение по мосту. В немецком Хемнице в минувшие выходные погиб мужчина. Он скончался от полученных в ходе драки на живых ран. Но теперь это не просто трагическая история одной семьи. Правые радикалы в Хемнице использовали это убийство, чтобы провести демонстрацию, направленную против иностранцев. В понедельник на нее вышло несколько тысяч человек. Не обошлось и без стычек. Полиции признаются, что недооценили возможности правых радикалов. К событиям в восточно-германском городе приковано внимание политиков федерального уровня. Подробности в сообщении Захара Бутырского. Чрезвычайная ситуация в Хемнице, бывшем Карл-Марксштате. С одной стороны, несколько сотен праворадикалов. В понедельник они собрались, как ни странно, возле бюста идеолога коммунизма. Сюда же приходят и левые активисты, чтобы оппонировать проявлением расизма и насилия. Но гораздо менее многочисленные. Протесты были вызваны происшествием в ночь на воскресенье. 35-летний мужчина скончался от ножевых ранений в результате драки после состоявшегося в Хемнице городского праздника. По подозрению в совершении преступления арестованы и ракец, и сириец. С 22 и 23 лет – это всё, что известно о случившемся. Правые сразу же обратили свой гнев на иностранцев. Долой иностранцев из нашего города, скандирует толпа. В соцсетях курсирует видео, на которых какие-то люди гоняются за прохожими мигрантами. «Я видела толпы людей с российскими настроениями. Ультраправых. Они свободно разгуливали по центру города, устраивали травлю на мигрантов. Там, где было мало полицейских. У них под контролем был весь город». Полиции не удалось полностью предотвратить насилие. Несколько человек в результате стычек получили ранения. Накануне власти предупредили владельцев лотков в центре города преимущественно арабского и турецкого происхождения, чтобы они пораньше закрыли свои заведения. По данным СМИ, в город съехались правые радикалы и неонацисты из других городов Саксонии, а также Саксонии Анхольта и Бранденбурга. Но среди тех, кто собрался на улицах Хемница, было много и обычных граждан. «Каждый вечер какие-то беспорядки, разборки между группировками. Я не хочу сказать, что это только иностранцы. Хулиганов полно. Если ты хочешь прогуляться, то в город страшно выйти. Я не причисляю себя к этому сборищу, но я не хочу, чтобы меня считали его частью, хоть я и стою здесь». События в Хемнице потрясли многих в Германии. Такого накала правых настроений не помнят уже давно. Ситуацию уже прокомментировала канцлер Германии. «Мы видели видеозаписи травли людей, противозаконных сборищ. На улице ощущалась ненависть. Этому не место в нашем правовом государстве. Я хочу это ещё раз особо подчеркнуть». Полиция и политики предостерегают граждан от самосудов. В то же время в адрес полиции и властей вновь звучат обвинения, что они не контролируют ситуацию. В частности, что они оказались неготовыми к масштабам уличного насилия. И запоздало реагировали на проявления расизма, а также запрещенные ФРГ нацистские речёвки и знаки. Некоторые ультраправые политики пытаются использовать антимигрантские настроения в своих целях, вновь фокусируя гнев на политике Меркель в отношении беженцев. Один из месседжей уличных беспорядков до прихода сирийских беженцев по ножовщины в Германии не было. Судя по всему, нынешнюю эскалацию во многом спровоцировали слухи, распространявшиеся по соцсетям. Якобы во время городского праздника в Хемнице была попытка изнасилования, и ещё один человек погиб. Полицейские оперативно опровергли дезинформацию, однако ультраправые организовали свою акцию ещё быстрее. Было ли это случайностью, задаются вопросом немецкие СМИ, но, похоже, опасные ксенофобские страсти вокруг Хемница не улягутся ещё долго. Подробнее обсудим ситуацию в немецком Хемнице и реакцию на происходящее там с парламентским корреспондентом Deutsche Welle Никитой Жолквером. Никита, обсуждая события в Хемнице, многие обращают внимание на тот факт, что это Восток Германии, что это территория бывшей ГДР, и что там якобы позиции правых радикалов более сильны. Насколько это соответствует действительности? Есть ли там и доказательства? На самом деле нападение на общежития для беженцев и российские выходки происходят и на западе Германии, и в Баварии, и в северном Рене-Вестфалии, и в других федеральных землях бывшей западной Германии. Но таких случаев на востоке Германии, в бывшей ГДР, действительно больше. И по данным немецкого ведомства по охране Конституции, ситуация здесь с правыми радикалами и с правыми экстремистами более неблагополучная, чем на западе страны. Ну, на то есть, нету внятных объяснений. Одной из причин называют тот факт, что жители восточных федеральных земель оказались еще более неподготовленными к притоку беженцев и мигрантов, чем жители на западе Германии. А дело в том, что в бывшей ГДР доля иностранцев в общем населении страны была крайне-крайне низкой, в отличие от западной Германии, где уже давно люди привыкли к тому, что рядом с ними живут, например, турецкие гастарбайтеры. Кроме того, на востоке Германии по-прежнему достаточно неблагополучная ситуация, социальная и выше уровень безработицы. Никита, на демонстрацию, которую в понедельник организовали правые радикалы, вышли несколько тысяч человек. Неужели все они разделяют правые взгляды? Ну, на самом деле, немецкая пресса действительно порой навешивает ярлыки правых радикалов на всех участников демонстрации такого рода. Ядро и зачинщики этих демонстраций действительно правые радикалы, или, как это было в воскресенье, правоэкстремистские футбольные фанаты. Но большинство, может быть, большинство, или, по крайней мере, многие участники таких демонстраций, это, скорее, даже аполитичные люди. Это люди, которые обеспокоены ситуацией, которые не понимают ситуацию, которые встревожены наличием или присутствием большого количества, как бы, иностранцев, чужеродцев. Они не привыкли к этому. Они дезориентированы. И социологи, кстати, давно обращали внимание на то обстоятельство, что в таких демонстрациях участвуют многие обычные рядовые граждане, как, например, в том числе и в маршах, которые устраивает антиисламское движение Пегида. Причина этого может заключаться тоже в определенном, как бы, наследии тоталитарного режима. Люди привыкли к патернализму. Люди привыкли к тому, что государство ответственно за все, должно все регулировать. И если этого не происходит, это вызывает чувство протеста. И поэтому и многие демонстранты в Хемнице говорили журналистам, что они никакие неправые радикалы, никакие, тем более, неправые экстремисты. Они просто ожидают, что полиция будет лучше работать и преследовать тех, в том числе и беженцев, которые совершают преступления. Большое спасибо, Никита. Мы будем следить за этой темой. Я напомню, что на связи со студией был корреспондент Deutsche Welle в Берлине Никита Жолквер. В другой теме. В Германии организаторы Мюнхенской конференции по безопасности учредили премию имени Джона Маккейна. Впервые она будет вручена уже в феврале следующего года. Маккейн, скончавшийся в минувшие выходные, два десятка лет возглавлял американскую делегацию на конференции в Мюнхене. Тему продолжим в обзоре новостей. Награда имени Джона Маккейна будет присуждаться с 2019 года автором научных работ о трансатлантических отношениях и моральной ответственности Запада. Никто другой не защищал трансатлантическое сотрудничество столь энергично, как Джон Маккейн, заявил председатель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Впервые Маккейн приехал в Мюнхен 40 лет назад в составе делегации Конгресса США. Телеграм согласился раскрывать спецслужбам данные пользователей, которые подозреваются в терроризме. Главное условие – наличие судебного решения. В мессенджере подчеркнули, что предоставляться будут не ключи для дешифровки сообщений, а только IP-адреса и номера телефонов. В Роскомнадзоре заявили, что рассмотрят возможность разблокировки телеграмм только если мессенджер будет передавать ключи для дешифровки переписки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил наличие у своей матери элитной квартиры стоимостью около 230 миллионов рублей. Он утверждает, что Лидия Барабанова приобрела жильё на деньги, вырученные от продажи доли в холдинге «Солнечные продукты». Об этом сообщают российские СМИ. О том, что пенсионерка, бывшая учительница, владеет квартирой площадью в 400 квадратных метров, а также 10 компаниями, стало известно из расследования Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией. ФБК предполагает, что на самом деле имущество принадлежит самому Володину. В США не признают территориальные претензии Ирана на Армузский пролив, через который проходит важный маршрут движения нефтяных танкеров. В конце июля иранское руководство пригрозило заблокировать Армузский пролив для транспортировки нефти другим странам, в том случае, если США будут блокировать экспорт иранской нефти, требуя от других стран отказаться от закупок нефти у Ирана. Министерство транспорта Италии во вторник сообщило, что власти отказались от планов восстановления рухнувшего моста в Генуе. На его месте будет построен новый. С необходимостью модернизации транспортной инфраструктуры сталкиваются и другие страны. Например, на западе Германии ради обеспечения безопасности участников дорожного движения было перекрыто движение грузового транспорта по важной для региона автомагистрали. Как это работает, выясняли Александр Прокопенко и Евгений Николаев. Ливеркузанский мост. Если вы приглядитесь, то вы не увидите на нем ни одного грузового автомобиля. Дело в том, что уже несколько лет действует запрет на проезд грузовиков. Специалисты планируют укрепить строение, а фуры только его раскачивают. Уже через два года рядом со старым мостом, построенным более полувека назад, должен появиться новый. В планах также возведение второго моста на месте аварийного. Пока же на магистрали работают специальные системы контроля. Так называемые ловушки для грузового транспорта. Для тех водителей, которые решили проигнорировать запрещающий знак. Итак, как это работает? Чуть вдалеке производится измерение веса и ширины автомобиля. Если это фура, то загорается красный свет и опускается шлагбаум. Ширина автомобиля, который может проехать по мосту, не должна превышать 2 метров 30 сантиметров. Максимальная масса — 2,5 тонны. На пункте контроля постоянно дежурит сотрудник, который следит за мониторами. Ежедневно останавливают около 100 грузовиков. Их тормозят перед мостом. Как мы посчитали, за период с конца 2016 года, когда была установлена заградительная система, были остановлены порядка 60 тысяч грузовых автомобилей. Таким образом, осуществляется защита стройки до того момента, пока не будет завершён новый мост. Каждая активация шлагбаума — это штраф 500 евро и два месяца лишения прав. Впрочем, Томас Ганс приводит ещё одну цифру — 40 грузовиков. Именно столько фур за последнее время прорвали ограждение и поехали дальше. Одного из нарушителей, дальнобойщика из Испании, догнали через несколько десятков километров от моста. На такой экстренный случай на посту контроля всегда заготовлены запасные шлагбаумы. Стоит отметить, что по мосту ежедневно проезжает около 100 тысяч машин. Сооружение находится в очень оживлённом регионе земли Северной Рейн-Вестфалия. 10 тысяч фуры вынуждены каждый день этот мост объезжать. Перевозчики на это жалуются уже давно. Это катастрофа. Дополнительные затраты только на горючее. Порядка 200 евро в день. Из-за объезда мои автомобили в общей сложности проезжают на 600 километров больше, чем могли бы. Всего же возле моста работают пять пунктов контроля грузовиков. Похожие системы установлены ещё на некоторых проблемных мостах в Германии. Это всё на сегодня. Актуальные сообщения читайте на нашем сайте. О развитии событий в следующем выпуске ДВНовости, в том числе и на каналах наших партнёров. Всего вам доброго. ДВНовости, в том числе и на каналах наших партнёров. ДВНовости, в том числе и на каналах наших партнёров. Корректор А.Кулакова